Как пришла идея об этом фестивале? Почему он родился? Идея пришла очень просто. Когда мы здесь разместили эту коллекцию, то сразу пришла идея проводить в день рождения фестиваль «Колурова». Очень просто. В фестивале необычное название. Почему? Что значит? Ну, это все связано, конечно, с совхозами Еленина. И поэтому мы долго думали, мы придумали там клоуна, который из фруктов, овощей. Вы знаете, даже была такая история, когда там был болгарский перчик вместо шляпы. Но Павел Николаевич сказал, у нас перец болгарский растет, поэтому там яблоко вместо шляпы, понимаете? И вот такого клоуна придумали. Ну, естественно, что за фестиваль может быть в совхозе Еленина? Клоунская грядка, где все растет, где произрастают таланты, где весело и смешно. И вот, мне кажется, у нас все получилось. Кто принимает участие? Ну, в этом году принимает участие тоже из приятных старых лицедеев. Это Валера Кефт, Роберт Городецкий, Анна Орлова, Клавы, ну, Артем Малков и многие-многие еще там ребята, которые очень интересные, смешные. И я думаю, что сегодня зритель получит удовольствие. Как всегда он здесь и получает. У нас фестиваль пользуется очень большой популярностью. Вы увидите, что полный зал будет, и будет очень весело. Какие-то традиции, может быть, есть, что-то подобное в фестивале? Там Иванов, Петров, Сидоров. И это остается память на всю жизнь. Здесь уже даже есть такая семейная традиция. Мама, папа, дочка уже приносили. И, в общем, это уже вошло в такой... То есть на фестивале люди поднимаются на сцену. Да, да, да. А вы... Я думаю, что вы должны просто это снять. Как я могу рассказать? Они так и выходят просто. Дарят и будет такое... Я знаю, что сегодня день рождения, а день рождения это люди дарят подарки. И вот подарки будут на месте. Наверняка это как-то, так сказать, привязано к 1 апреля, который скоро будет. Ну, естественно, первый фестиваль мы приравняли к Дню Смеха. Потому что клоуны и Смех – это все вместе. Ну, и просто немножко не получается, поскольку 1 апреля бывают не всегда выходные дни. И поэтому мы решили так, что будем делать последнюю субботу, марта, перед 1 апреля, если получится, там, 26-го, 28-го. Ну, неважно. Но это все равно праздник Смеха. Расскажите, клоун, кто это? Любой ли человек может им стать или что это? Очень сложный вопрос. Я вообще даже... Ну, вы вот как? Давайте с вашей историей начнем. Ну, как? Я начал совершенно... Вот захотел просто быть клоуном. Захотел. Я стремился, занимался самодеятельностью. Хорошо, ничего. И через все это вот прошел потом... Естественно, когда я работал в цирке, это такая большая школа. Естественно, когда... Как мне сказал один товарищ, Юрий Владимирович Николин сказал, между прочим, тяжело первые 10 лет, а потом тебя уже узнают. Действительно, первые 10 лет было очень тяжело, поскольку ты... Тебя, во-первых, кидают везде. То есть говорят, там, ты должен 10 репресс делать, там какие-то... А потом, когда у тебя приходит опыт, уже вот... Ты начинаешь чувствовать зрительный зал. Какой сегодня зрительный зал? Вот это приходит с опытом только. И мне кажется, опыт вот... Тогда ты становишься клоуном. Ты уже сам чувствуешь, что зритель смеется и доставляет тебе удовольствие. Сколько лет ты в профессии? Нет, ну я уже давно, так сказать, ушел из профессии. Но я около 20 лет проработал в церкви. Скажи, почему это все-таки настолько популярно? Потому что народ хочет радоваться, потому что, мне кажется, вот это самое главное. Ну как популярно? Вы знаете, что клоунов очень мало, ведь клоунов очень мало. А хороших клоунов совсем мало. И просто... народ ходит в цирк, чтобы улыбаться, радоваться. И клоуны созданы для того, чтобы смешиться, создавать прекрасное настроение. Вообще, цирк это прекрасно, я знаю. Отлично, сейчас стоим для перебивки. Так, значит, музейн шесть лет назад открыл. Шесть лет назад, да. Тогда эту игрушку не убираем. Не убираем? Нет. Так давайте... Мне сейчас уже нужно открывать. Она будет со мной... Ну вера, вы не запустите. За политикой. Хорошо.